Всевышнего Аллаха следует любить Нам не дозволено кого-либо любить так, как мы должны любить Аллаха Это является большим ширком Если кто-то полюбит какого-то ученого или какого-то угодника больше или так же, как любит Всевышнего Аллаха, то это является большим ширком Сؤال Любовь к пророку Любовь к пророкам и посланникам в общем К праведникам, имамам Можно их любить точно так же, как мы любим Аллаха? Ни в коем случае это является большим ширком Мы этих людей, выше перечисленных, любим из-за того, что Аллах приказал, у нас есть большим ширком Любовь к этим созданиям ниже любви к Всевышнему Аллаху Мы их любим ради Аллаха И ни в коем случае любовь к этим созданиям нельзя ставить выше любви к Всевышнему Аллаху Если кто-то поставит любовь к чему-то, выше ли чем любовь к Всевышнему Аллаху, Аллах его этой вещью накажет Фараон, допустим Дал предпочтение к этому мирскому и к своей властью над любовью к Всевышнему Аллаху И поэтому был наказан тем, чем владел Те реки, которыми он владел, закрыли его, утопили его, и он был подвергнут наказанию этими реками Фараон дал предпочтение любви к имуществу над любовью к Всевышнему Аллаху, и Аллах наказал его его имущество Мы должны ставить выше всего любовь к Аллаху Каким образом? Аллах субхану Аллах приказал нам молиться Пришло время молитвы И допустим, время для торговли Какое из них, к чему-то есть предпочтение, ты должен дать предпочтение молитве? Если ты дашь предпочтение молитве, Всевышний Аллах, субхану Аллаху, восполнит тебе то время, которое ты оставил для торговли и отдал молитву, больше, чем если бы ты продавал, оставив молитву Какой-то мусульманин, допустим, любит вино Если он вспомнит о том, что Всевышний Аллах запретил питье вина, то он говорит, я не буду пить вино И так самым он приобретет довольство Всевышнего Поэтому мы должны любить Аллаха и никого вместе с Аллахом, субхану Аллаху, так как мы любим Аллаха